Доброе утро! А что вы так задумали? Машина! Машина, машина! Ремонтировать сейчас в Барнауле будем. До Барнаула бы хоть доехали. Ехать далеко. Смотрите, а я думал, что сейчас на богослужение, потом занятия будут. Ну, получится. Нам еще тысячу километров ехать. Тысячу. Тысячу-то нет, отходов до тысячи. Ну, почему до Барнаула 700? Да, здесь почти 200. 956. 956. Сколько? 956. Это вы там где-то еще крутите по горам. Конечно, 420 километров от Барнаула. Ну, еще вот тут приобрели были. Ну, как, мы вот всех посмотрели. Посмотрели, хотелось посмотреть. Как вам надо было посмотреть детство, если по домам походить? А, это мы все посмотрели. Посмотрели? Да. Может, еще что-то вам нужно? А, ну, Новый Завет-то вы взяли? Да, да, взяли. Ну, еще дать вам обадили? Некуда положить. Я уже посмотрела. Вот на груди или как? Я посмотрела. Такого у вас не было. Нет, теперь работа у нас будет. Ну, смотрите. Так что нам это порождать. Ну, и результат, конечно, какой у вас? Какие у вас мысли-то? Ну, мысли хорошие. Хорошие мысли. У нас во вторник тут на Галине готовится комиссия. Ну, это уже говорили сегодня, Галина говорил. Да, поэтому помните, помолиться. Сейчас она прорабатывает, какой план должен быть. Как с ними действовать? А? Как с ними действовать, да? С комиссией? Ну, по всем, потому что это комиссия по указанию представителя президента Российской Федерации на село веря. Причина одна, что там было, тут на экстремизм и прочее. Я думаю, кто будет, что. Сегодня я пополню состав лагеря по воспитателям, проведем собрание, протокол. И думаю, ходить с ними или не ходить. Все на марифе проверяю себя, решил не ходить. Когда они приедут? А? Когда они приедут? Когда приедут, меня не будет. Не буду же сидеть ждать их. Я буду там, где работают. Вызовут здесь. А здесь мы разберем уже дальше. Пять ударов, это опасность. Дети знают. Остаются только, которые с матерью. Остальные не имеют права, не разговаривать, ничего. А их специальный человек увидит из лагеря. Уведет, а куда не знаю. Я им дам четыре варианта, куда пойти. Я не знаю, что мне можно было смело отвечать. Вот раньше, когда допрашивали меня, где я взял архипелаг булок, а у меня вешалка. Ну, не вешалка, а мне попурашки ложить. Все были предупреждены. Если мне что-то приносите, положите туда, там и возьмете. Уйдут люди, я их в другой раз схвачиваю, где-то грыжу, книжка лежит. Я посмотрел, откуда была булок, я начал насчитывать. И поэтому, когда насчитал, положил, опять приходят, каждый там взял. И поэтому в КГБ сколько меня не трепали, где взяли, где им найти, откуда источник шел. Так и не знали. А почему-то, потому что я не знаю. Кто принес? Все время не уделяет. В КГБ-то и говорили, вам бы только у нас работы делали. Ну, они в лагере будут проверять безопасность, прежде всего. Ну, вот это дело. И там специальная терроризность, безопасность, вопрос будет. Вот это безопасность. Мы от вас добра никакого не видели. От нас. Причем можете спрашивать, когда мне копейки не дали. Мы сидим как-то с прокурором края, он генерал-лейтенант. Знаешь, что звонит. Я говорю, Юрий Федорович, отвообразите. Вот вы как бы с нас спрашивали. Да я не спрашиваю, я понимаю. Он не будет другой. Вот конкретно сейчас. Здания прокуратуры нету. Вас вывезли в степь. Форму с вас сняли. Ни одного у вас нету работника, сотрудника. И ничего нет, кроме ручки в кармане. Вот теперь начинаете работать, будьте прокурором края. Будете, да как я буду. Ни машины, ничего нету. Ну и все. Ну, когда-то в таком-то положении степь. Никого ее нету. Таких степей много. 21 тысяча села разрушены. Я с нуля начинаю делать, стоят телеграфные столбы. Вот и видишь, где колодец вырытый. Дети, люди. Разгружаются, приходят машины. Приезжают гости от отсюда. Но это что-то стоит. Ну, ну, понимаете, ну, ничего тут не сделаешь. Потому что-то отреагировал. Это система. Мы были очень близкие. Очень близкие. Поэтому я подводил просто итог. Пожалуйста. Мэр города. Давайте все это выкинем. И ты мэр города нас, значит. Все, теперь работай. В степи один. Теперь сказали, в городе Барнули, ты будешь мэром. Вот давай находи себе здание, покупай. Но государство тебе ни рубля не даст, ни машины, ни телефона. Работай. Ну и все кончено. Ты прокурор края. Вот тебе город Барнаул, начинай работать. Еще и нет. Вы понимаете, я делаю дело невероятнейшее. Притом все против. То, что мы делаем, ни в одном лагере этого нет. Нигде нет этого. В мировой практике этого не было. Если я показываю книги, они не имеют аналогов в мировой практике. Так насчет книг вы еще ничего не говорите. Вам какие книги, может, Наташа? Нет, мы же брали. Вот так. Значит, все у вас, да? Да. Ну тогда, чтобы не было, а то не досмотрели или... Нет, нет, нет. Еще Надежда Васильевна мне дала. Мы ездили, когда на Дальний Восток, туда, 13 дней. У нас в среднем получилось на 13 дней на каждый день 1030 километров. Но у вас профессионал-водитель. Это не профессионал-водитель. Два тема. Два, два. Мы всегда отбой был в 10, подъем в 2. По-другому никак, потому что к утру мы должны быть в городе, который далеко, большие пространства, большие. А уже в Европе были, там ближе друг к другу, там у нас меньше, чаще встречи, беседы и прочее. Ну вот видите как. Мы на людей это не выдумываем ничего конкретно. Вот как-то у меня в жизни так бывает, меня все время кто-то как ведет. Я не сам это делаю. У меня книги, я занимаюсь, книги старинные, рассыпанные. И одна женщина, она из пятидесятниц, у нас обратилась, она стала православной, и она куда-то книги носит, их ремонтирует, и я плачу деньги. Она потом говорит, а зачем тебе платить? И сам научись и переплетаю. Такая простая истина, она мне не доходит. Понимаете, я не изобретатель. Ну а я работаю с утра до вечера, печень делаю там, в оборот спускаю, у меня другая работа. Да как то, познакомь меня с ним, она познакомила. Дальше я иду уже в переплетный цех, дальше покупаю книгу, начинаю, сдвинулось с места. Теперь ко мне уже идут, несут баптисты, присядники, адвентисты, старобрядцы. Государство на автобусе перевозит разные документы, сделать их книги, там подшипки. Я уже начал зарабатывать на этом, вижу, не успеваю. Я организую одни курсы, вторые, третьи, потом в университете обрадую переплетчиков. Печатать, тоже кому-то отдавать. Наконец-то сказал, ну ты сам-то, значит, я где? Помогли достать там ломаную машинку. И теперь я на ней печатаю тысячи страниц по всей стране. Вот эти книги, которые выходят, только в бумажном варианте 38 томов. И каждый том 752 страницы, и учти, что 8 томов не вышли. В стихотворении 4 тома по 800 страниц. И все это печаталось в Горном Алтае. В Горно-Алтайске. В Горно-Алтайске. Это лучшая типография. И при том книги, ну, почти во всех библиотеках мира. Там Санкт-Франциско, Нельбурне, я беру по порядку. Там Лиссабоне. Самые, самые такие идут. И почему Бог делает? Обязательно в этом деле участвуют женщины. Вот я говорю, побудила, побудила и эта женщина. Понимаете? Я вот печатать, как печатать? Я не знаю, где букву ищу. А наконец, да самоучитель надо. Мне надо тут самоучитель, достал сначала. Теперь еду, дорога, и в перчатках, руки, не в перчатках, а в рукавичках. И печатаю. Люди разговаривают, что я сижу и печатаю. Прошло полторы недели, я печатаю, и глядя 10 пальцев. Ну, почему бы не сделать? Вот все время кто-то должен быть. Вот я заканчиваю уже дипломная практика. Еще тогда сидели, там разговаривались. А я считал, как раз, кажется, война и мир повторно. Два толстого, там целая страница на французском языке. Я говорю, ну почему сейчас никто у нас не говорит-то? Да ты изучи. Но я не люблю, когда так со мной разговаривают. Я вечером уже пришел, узнал в этом доме же, кто учится, пятый класс. А в школе учился, иностранного языка не было. В Порщине. День здесь был, доста-августа, еще он умер, когда я недели две проучился. Я узнал два слова. Дарман, это человек, даркнаба, мальчик, и дараба, адезин. Диана, все. Я его не ученики пятого класса взял, и через шесть месяцев я уже разговаривал с немцами, участвовал у них и читал книги. И тоже занялся английским, французским, испанским. Вот надо было толчок дать. И вот этот толчок я его не ищу, потому что я все время перезанят, столько уходит. Я теперь назад уже оборачиваюсь, и когда люди начинают говорить что-то, да вот взяли в армию, то, другое. Сколько ты служил? Год. Я в Марфоте. Четыре года. И говорят, пропало время. У меня оно не пропало. Я занимался изучением языков. Это у меня в армии, при том. Шесть месяцев ушло на английский язык самостоятельно. Французский. Самостоятельно, когда я там перегружен. Я не специалист, но меня Бог поднял, поднял просто вот так, лежащего, и сказал, ты будешь. И мне дают должность, в армии служили, должность, которой не было, там и не будет, может, никогда. Техник, смотритель воинских зданий, ракетный хвост Дальнего Востока. Увольнительное дается, увольнительное у меня, с 1 января по 31 декабря. Когда говоришь, а разве бывает такая должность? Бывает, я везде езжу, определяю годное здание, и попутываю в университетах, где преподается иностранная язык. Живу там в общежитии, я не ограничен в этом. То есть, все этому стало содействовать. Вот я занялся языками. Изучаю политические системы мира. Все. Мне это надо? Надо. Когда начнется перестройка, ко мне будут профессора, академики обращаться. Какой нам строй теперь делать-то где-то? Я им показываю, вот, вот три государства, от которых мы должны взять. Вот в Новой Зеландии вот так-то, а вот здесь-то вот так, вот так. Я никогда не знал, что будет перестройкой. Не знал, что будут обращаться. Но в этот момент, когда занялся, у меня вдруг такие пошли близкие друзья, полковники там разные. Я для них делаю переводы. Они учатся в академии. А от них я узнаю то, чего не знал. Вот. Не выдумываю ничего. Оно само идет. У меня жить негде, я четыре класса в Потеряевке, Даши в Корчиной. Жить-то негде, но я живу на квартире. И вдруг в Барнауле мне Господь дает квартиру. Маленькие, оборачивающего типа, но это не все. Ходят в храм, а в храме бабки выходят и мотаются по вокзалу. Нет нигде храмов, а издалека приезжают. И мне говорят, плохо бабкам-то здесь. А я в это время работаю. Работаю, работаю. Деньги есть. Я сразу же прямо около храма приобретаю квартиру. И я один, кажется, раз зашел. Надежда Васильевна Саночков, туда дрова, уголь привозят. Наполнена бабками. 25-30 человек только ночует. Так-то я зашел, и что хозяин пришел. А это бабки-молитвенники все. Ну понятно, ездят, ездят. Я этого не знал, не думал даже об этих бабках. Теперь, что с этим домом будет дальше? И когда я возвратился, стал судиться. Одиннадцать лет в суд шел. Одиннадцать лет. Верховный суд, СССР. Отменяет, а потом снова ставят на место. Президиум решает. И вдруг два дома, как с неба, опускаются мне. В центре города. Что я хотел. Там храм теперь. Там склады. Там дети собираются. Вообще. Я обернулся назад. Смотрю, у меня в городе четыре квартиры. Богатый человек. И, понимаете, и я там не живу. Живу где-то прижался в уголке, там в одном месте. И вдруг все начинается. Одиннадцать горает. Поджег полностью. Но я заранее везде сказал, вот это, это таким-то. Вот люди, там много детей будет. И поэтому, когда продавать стали ту местность, я деньги эти направил, там отдали. И все, я даже их, кажется, в руки не брал. Другой, там перед стройкой, по сегодняшний день ломают, а еще пока нету. И остается там, где храм. Я посмотрел, у меня семь мест только было, где приходилось устраивать молиться. Молились здесь, где, вот в этом зале. Я заведу вас. Зайдемте хоть побудете. Гляните хотя бы. Вот эта вот пристройка, я и не думал. Мой материал строит, это тут ребятишки глухонемого там это просят. Сказал молить по всему миру. Колокол, 1774 год. Позвоните, будьте звонарями. Смотрите, 1774 год. Выгравировано. Иди, будешь говорить, я тоже была звонарем, разрешаю. Церковный? А? Церковный? Ну, какой он? Ну, ясное дело, что и для кочегара делали. Ну-ка. Иди. А для детей здесь музей крыльев разных. Я с детства орнитологией занимался. Куда ни глянь, вот посмотри. И надписи какие именно. Естриба, чайки, сороки, вороны, страусы. Вот уточка сидит, вот она попала. Из нее сделали, видите, какое чучело. Гнезда разные-разные-разные. Да. Это дети местные. А вон, где большой монитор, вот там и вот это скамейки, они ставятся на место и уходят. Смотрят. Вот это маленькие, это пристройка. Вот только вот здесь, в пресс-конференции, свадьбе 60 человек умещается. Вот столы лежат, там специальные подставки. В течение, допустим, с часа мы уже смонтировали. Это они здесь фильмы смотрят, да? А, да, да, здесь. Ну вот они, скамейки. Это я убрал, чтобы ходить удобно было. Тоски сели достаточно. Понимаете, и все само. Не надо... Ну это порховка, это грибы засушенные. А это ласточкино, да? Это ласточинное гнездо. А там и разное пеночкино. Ну да-да. Показывают только где. А вот это в виде варежки-то? А, ну это ремес. Я показать могу здесь. Так, я бы вас сюда завел, только заходить надо быстро, чтобы комар вас... Не, не пойдем уже, побежим. Ремес, это он плетет, как варежка. Или даже делали... Как вязаная. Как вязаная. И обрезали, надевали на ноги и ходили. Боже, чего себе. Вот он висит. И плотненько тогда? Он плотно там не возьмешь. Потому что он разве шерстинки скет, а потом вот так один пальчик в стороне, он в него залазит там туда. А я с детства занимался птицами. И при том, все само. Не думаю, я не... Вот будет детский лагерь. Я не понимаю, я не теоретик. Выйдем тогда. Практик. Ну, эти минуты уже ничего не будут значить. Вот смотрите. Вот дети в стороне почти 3 миллиона беспризорных детей. Как во время гражданской войны. Да. Данные какие? Пожалуйста. Детский лагерь. Ну, а ты знаешь, что такое детский лагерь? Ты вот видишь. Обеспечь. Надо спать. Надо ночем спать. Это все должно у тебя быть. Чтобы было интересно, безопасно, кормить, обслуга. Ты возьми это не один день, а два. А ведь было-то больше 100 человек. В среднем 109 человек у меня. А сейчас поменьше стало ездить, да? Да, не приехать, ничего нельзя. Денег-то ничего нет. Народ-то ниже всех, как бедность. Алтайский край. Это самый малообеспеченный край. Самый богатый, самый малообеспеченный. Самый коррупционный край. Понятно? И само получилось как? Вот эти столбы, как не было ничего. И, наконец, проводим столбы. Холодильники. Баня, вот она. Вот она. Рядом вот этим. Это гараж. Колодец как. Ну, просто не подумаешь. А вот это сооружение, балерина называется. Она же на кривых таких стоит. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Балерина. Ну, я никуда не гляну. Вот это такая голубятня у меня удивительная. Да вторая там. И, притом, я ни о чем этом не думаю. Она сама. Вот просто сама. Вот, допустим, он живет здесь глухонемой. Вот этот просен отец глухонемой. Он не женатый был. Ну, я вот приехал, как бы строится, говорит. Я покупаю весь материал, он делает. А потом ему надо выезжать. Ну, я бы за работу заплатил. Будущая его жена-невеста тогда была просена мамам. Все это согласна была. Ну, и все тут живем. Витя переводит на себя. Ну, это все лагерное. Вот одна усадьба, вторая. Вот Надежда Васильевна, третья. Это продается только один строительство. Никто не берет. Я взял, она там живет. Приходят дети, занимаются. Я не думал вот это вот брать-то. А получилось, уезжает он. Теперь бросать. Ему мать сказала, приезжай, я тебе подпишу квартиру и прочее. Это брошенное, как бы. Но это мой материал весь, от фундамента до верфу. И теперь здесь и приезжают люди, и кого только не было. Вот абсолютно все. Здесь у нас вот тестомес. Дальше вот так, вот отсюда, видать. Вон, сооружение стоит. Лабос называется. Я могу сегодня принять... Продукты? Продукты. Продукты. Лабос. Он на железных ногах, чтобы я на мышь не попала. Как в лесу-то, когда живут люди. Да, 70 человек могу принять. Склады отдельно. Вот, я веду занятия в летном училище. И вдруг, не от меня зависит, его, это, ликвидирует на его место институт милиции. А там у меня знакомые. Они мне дают 70 шинелей, 70 кетелей. Мы там тачками возили прачечную огромную в Барнауле. Постирали. Дети одеты, как солдаты швейки все стоят. Брюхи. И всего только не было. Притом, я ничего об этом не думал. Вот оно само. То есть, как само? Бог. Вот Богу, когда доверишься, я никогда не печатал книги. Я не знал. И вдруг в университете один подходит и видит рукопись. А почему тебе не напечатать? Начинает помогать. Я издаю 150 тысяч экземпляров. Материалы о крещении, там, о всем. Приходят старообряться. А почему у вас газета? А если книгу издать? Книгу, да газета есть. Ну, книгу, газета, везде же перегибается. Ну, то есть, быстро изнашиваются. А что такое книги? А кто будет там корректуру делать? Ни одного слова не знаю. Сажусь, начинаете заниматься типографным делом. И открывается, и 9 лет, не вылаживаясь за компьютером. 30 тысяч часов просидел. Это 20 раз можно было ослепнуть. А теперь это ставят как рекорд. Преподают, когда где компьютеры, милиции. И называют, и показывают. Такие программисты появляются, люди. Я смотрю мой форум, сайт. Это лучшее. Не то, что я натягиваю, но я другие-то многие знаю. Как легко искать, какое расположение. Вот все абсолютно само. И думал никогда машину покупать. Никогда. И вдруг мне мысль. Книги эти. А кто их знает? Никто не знает. 90% книг, изданных, 1000 экземпляров всего, отдаю во славу Божию. А куда? Теперь сам еду. Команда, купить машину денег нет. Денег вообще никаких нет у меня. Пенсия минимальная 6523 рубля. А тогда была она еще меньше. Ну и как? Понятия не имею. И вдруг покупаю машину. Машину покупаю. Едем куда? Проехали мы тут Горная Алта. Там все рядом. Дальше куда ехать? Российская машина. И едем куда? В Владивосток. Находка. Дальше несколько раз до Москвы. Едем в Чечню. Все республики. Турция с той стороны. Вообще вообразить нельзя даже. И все наконец позади. И как будто никогда ничего не было. А теперь-то это в библиотеке имени Лейна, парламентской библиотеке. Везде в исторической книге. А кто их там считает? Считает. И просто считает. А ссылаются. Диссертации по этим книгам пишут. Это мне сообщает. И при этом я это не специалист. Образования никакого нету. А вот доверился Богу. И вот Бог как делает. Я благодарю Бога, что вы приехали. Побыли. Теперь вы будете... Ну видите, еще делают. Какое дерево здесь. Из этого дерева будут сделаны. Три пруда уже восстановлены. А еще четыре будут восстановлены. Еще четыре? Да, почти четыре. Один ремонтируем. А как вот в фрук набирается вода? Где наберется? Ну да, вода весной. А весенняя? Весенняя. Мало того, чтобы подпитка была. Нанимают экскаватор. Он углубляет, чтобы открыть колодцы и источники. Это не просто все. Весна прорвет. Приезжает экология района. Это все сметет. У вас еще не будет. 25 лет стоит, не сметает. А теперь самому приходится забутить тот слив. Потому что, чтобы поднять все, а посередине слив, то низко. Теперь я его должен лишить. А как? Ничего не можем сделать. И все думаю. Призываю. Люди смотрят. И наконец начинают прояснять, как это сделать. Новый пруд проще сделать. И раньше так же пруды делали, да? Да. Но его как-то углубляют специально. Там было углубление. А потом это все... Природно. Природно. Природно немного. А теперь бульвизера нанимаем. Приходят. А бульвизера... Вот в прошлом году я занялся. Дорогу тут заехать нельзя было. Тут такая колея. Чуть... Где-то 500, что ли, 40 тысяч потратил. А, ну-ну-ну, в прошлом году-то, да. Откуда? И вдруг, в самый последний момент, человек приходит. Вот первую книгу выкупить, человек один заходит, а мне выкупить не на что. Первая стихия книга. Я вам деньги дам, но чтобы никто не знал, что я у вас был. Это вообще. А почему такая тайна? А? Не хотел он, чтобы кто-то знал. Знал. Так и он-то пришел в газету «Экспресс», кажется, напечатала «Помощь того света». Больная была. Я ей наказал. Как пройдешь мытарство, поклонишься Господу, подойди к Николичу дотворцу. Он любит золотишко подбрасывать. И вот сороковой день, как только исполнилось, в это время дело приходит человек. В этот день все молились. Вот я когда не посмотрю назад, ну, у нас все только от Бога. А люди, которые не знают, начинают псевдо-православные, псевдо-проповедник. А я смотрю, они не миссионеры, никто нету. Это понимал епископ Антоний, был Масендий, здесь у меня нет ни одного миссионера. А придуманные отделы, это враг придумал, имитируют. Нельзя этому научиться. Это только Бог может дать. Дух Святой сошел, день Пятидесят Нес, они заговорили и пошли подвое. А не то, что отдел, отчитывать все будут, система, патриархии, вот это угодно говори, вот это не угодно не говори. Примите Дворкина. Ну и получилось, приняли. Ничего этого нет. А с кем как разговаривать? Вот этот вопрос. Златоуз говорит, нужны тысячи талантов, чтобы обратить душу. А крестить, говорит, ни одного не надо. Достаточно, чтобы быть священником. Ну все, провожаю вас. Еще раз подумайте, возьмете еще Евангелие? Некуда положить. Ну ладно. Мы только из-за колеса не возьмем. Вот так он свящает. Вы видели, что мы взяли. А так подожди, а машина-то вот она у вас? Было бы неинтересно, если бы мы не заблудились. Никакого приключения. Вот так подранеют. Вот эта щебенка, которая здесь, 238 тысяч обошлась. Мы только эту щебенку увидели. Все, говорим, нашли точно. Дорогу я вам запустраю. Это моя голубятня, вторая. Это первая. Посмотри на верху. Иди, Анастасия, полюбуйся. Красота какая. Беленькие, белые. А там внутри сколько их. И вот голубиная болезнь. Нападает вертячка. Голова так завращивает. И совершенно случайно увидел, дикари прилетают. И я их привручил. И они стали с моими. И болезнь исчезла. То есть они их или гоняют, или что-то от них такое. Мы вас смотрим. Мы смотрим. И приходится кормить 10 дикарей своих. А Игорь дает мне отходы. Это не игрушка. Только у меня подвешено полтонны зерна. Это все интересно. Я их кормлю, пою, они никуда не летают. Собо увидеть. Здесь кто-нибудь косит потом вообще вот это все выкасят? А? Целый покос, говорю. Да, там выкасят. Кто-то будет, придет, когда нанимают они. Или своих будут косить. Да. Теперь уже свое все Игорь Барабаш делает. Вот вы увидели. Если негде будет вам голову преклонить, потеряю к вам открыто. Вам не запрещено. Спасибо. Спасибо, Христос. Вы увидели. Мы ничего не можем обещать. Говорим, никто никому не помогает. Вот он приехал, посмотрел, 15 человек, как мыши туда-сюда. Мы их никому ничего не обещаем. А что обещать, когда каждый сам по себе? У вас что, коммуна? Никак. Вот один держал здесь, у него было два поросенка. А у плотникова 100 свиней. Один держит одну коровенку, а у Игоря 36 крупного рогатого. Ну, каждый, каждый как считается. Каждый посетил. Да, да, да. И поэтому работай, по одежке протягивай ножки. Вот так. Вот, условите нас. Вон, через окна смотрят мои голуби на вас. Вот так. Надо, я, у меня такое выражение есть. Жить в бедности, уметь жить красиво и интересно. И не евангельское слово, а азартно. То есть, любой труд делаешь с огоньком, чтобы, как бы ты мог сказать, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело, поставил. То есть, вот говорят, да я не держусь за свою должность. Если считает человек так, его надо убирать сразу. Он ничего не сделает. Я держусь, вот я старост, начальник детского лагеря. Меня нельзя сдвинуть. Я уйду только тогда, бороться не буду, когда увижу, что он делает лучше меня. А когда просто, я начальник, я не получаю ни копейки нигде. Ни за старосту, ни за это. Но я это делаю так, как чтобы было хорошо для Бога. В первую очередь, во имя Христа, для Христа. А для этого есть Святая Библия. По ней сравниваем. Бог вам помощь. Спаси Христосу. Спаси Христосу. Давайте. Видите, у вас не стало получаться приехать, там машина что-то... С Богом. Я уже стал подумать, что, наверное, не приедут. Мы будем общаться, если что. В 10-м будет у нас крючили. Все равно мы думали. С Богом. Он выходит, она что думаешь, Люба? Она пасет гусят. А как они только сделают с большими, тогда... Это инкубаторные? Ну да. Но теперь она опять оставляет. Вот одна женщина приехала, держала двух коров, сколько у нее вещек, свиней, индюков. Но куриц у них было больше шести пород разных. Одна, одинокая. Все смотрели мы. Одна. И надо накосить и дать им все. Но сейчас она это все сократила до птицы. На пенсии. Вот так. Приехала из Корчино. Сейчас она старшая сестра в Потеряевке. А другой, мужчина, все потерял. Вот он живет. Это наш отцовский дом был здесь. На этом месте. На этом месте. Тут все мое детство прошло. Вот так. Садитесь. Алтайских комаров. Дорога еще будете смотреть. Довезем до гор. Трудно расход. Давайте коротко помолимся, поблагодарим. Господи, благослови отъезжающих в путь. Николая, Анастасия, Евгения. Добрый ангел да сопутствует им. И даруй добрые разговоры, воспоминания о благодеяниях, оказанных нам. Слава тебе, хвала тебе, честь тебе и поклонение за все Отечественность и твой дух. Аминь. Аминь. С Богом. Ну, а, пошлепайте, все. Да. До свидания. Побняться. Спасибо, Христос. Дай вам Бог сил. Так, Евгений, бороду не трогать. У нас, ребята, там все с бородами. В армии идут все с бородами. Никто не трогает. Это прихоть мира. А по стихии мира, жизнь. Вон они. Ой-ой-ой, красота-то такая. С детства держу. Никакой пользы от них нету. Красота. Вот тут садят человек под окном. Зачем? Красиво. Но красиво. Вот гогочин гуси надоедает, коровы мучить надоедают, голуби. Паркуют целый день, сиди. Не надоедает. Вот когда бывает уставно сильно, залезу, покормил их, там сяду в уголок и смотрю на них. Это вот туда уже ладите? Ну да. Вот там лестница вот эта залез, вон там. И со той стороны, а другая лежит. И она на столбах. По ним залезут хорьки. Но лежит вот это все на железной плите. Вверху вот это вот самое. Вся конструкция на железной плите, а вон распятие. До верха 9 метров 60 сантиметров. А зачем так высоко? Удобно деревья растут, а они их легко ловить, когда есть рыбам. А когда они выше, они все видят. И спрячутся в уголме, да? Все надо знать. Все продумано. Абсолютно. Вот это, когда столбы 4 упирается, это плита железная. Хорек там, колонок долез, дальше некуда. А хорек, он ни одного голубя. Там они жили на балерине. Я как делал, ограждения разные, они прорвались туда. И 4 порода было. Всех до 1 кутру порезали. Витя зашел, как Коля броня, заплакал даже. Такие удивительные пасы. Они их не едят, они их просто перебушивают. Перерезают, как волка вещек. Вот волк зайдет, он режет и режет, и режет. Все отарут. 130 вещек зарезали. А ему одна нужна была. Ну, как микроб попадает, как сатанисты, наркоманы. Вот такое дело. В азарт входит, да? И вот как думать, как-то прорезать там, пролазить. Долго все это думал. А вот эти наклонные, которые, это железные. Она залезет, а дальше, видишь, оградитель железный там. Вот, которые наклонные там поддерживают. Ну, ну, понятно. А на них сверху, чтобы... Все это там не полезет, а стой лезет. Долезет. А там ограждение. А по железу он не полезет уже? Ну, полезет, если оно... Ну, не гладкое. За что засыпиться-то? Но он дальше-то не может никуда залезть. Там ограждение, вон они. Ну, оно, оно подсыпано. Да, оно вот так стоит к ним. Он дошел, дальше некуда. Назад, все. Вот около 20 лет стоит. А они есть здесь хорьки, да? А? Есть хорьки здесь? Все есть здесь. Полно. Каланки. Это богатое место. Я где-то насчитал 54, кажется, сорта птиц. Каланки, я думал, они только в горах. Ничего себе. Они у меня там бывали. А, это ласка в горах-то, белая такая. Белая, это они у нас здесь есть. Тоже есть? Тут очень богатая местность. Есть растения, которые в Красную книгу занесены. Ну, видите, если сказал Ломоносов, Россия будет перерастать в Сибири, то Сибирь, это край, где все растет. Все. Это гречиха, это пшеница. Ну, дважды орденоносный край. Да, кормит соседние все. Ну, все здесь. И самый бедный. Самый ограбляемый. Самые низкие зарплаты. Пожалуйста. И вот что-то в этом есть. Почему так? Бог его знает. И уже что не делает, ничего нет. Самый коррупционный край. Все. Кто больше всех работает, живет беднее. Да. И как работает, вы видите. Мы благодарим Бога за все, не понимая даже, что за этим. Ты благодари. Это открывает Божьи шлюзы для благодати, для новых благодеяний. Это Бог дает нам. Ну, вот так. Ну, поехали. Ну, христианья твой. Слава Богу. Давайте. Володя. С Богом. Слава Христу. Слава Христу. Вы своими глазами видели, будете понимать, о чем мы говорим. 10 октября я буду в городе. Тогда вы уже зайдете по скайпу. Когда едем, позвоним. Давайте. Телефон у вас есть наш. Ну, сейчас вкроется он за поворотом. Видишь, у него подвески слабые, поэтому он так осторожно идет. Ему главное выехать на трассу. Ну, все, скрылся. Пошли. Пойдем, во славу Божию.